Привет, я Антон Деркач и вчера я посетил спектакль «Забыть Герострата» на малой сцене Молодежного театра на Фонтанке. Мне так понравилось, что я решил снять видеоотзыв об этом спектакле. В этом спектакле обыгрывается противостояние зла и добра. Беспринципного, эгоистичного преступника и доброго и честного человека. Я бы даже сказал противостояние безумного общества, готового поощрять преступную деятельность и честного человека, который пытается сохранить справедливость. Герострат, который изначально кажется безумцем, каким-то вздорным глупцом, который совершает безумный поступок и который знает, что за такой поступок однозначно следует смертная казнь. Но на протяжении всего спектакля постепенно становится понятно, что этот человек не так прост. Это проницательный, умный и коварный преступник, который, попав в тюрьму, не считает, что его жизнь окончилась. Он знает, что завтра намечена казнь, но при этом он начинает уверенно действовать, постепенно подвергая своему влиянию всех окружающих его людей. Сначала он сломляет волю своего тюремщика и через него добивается допуска к нему различных людей, которые обустраивают его связи в городе. Постепенно он добивается благосклонности народа, который изначально проклинал его за то, что он сжег храм Артемида Эфесской, который является достоянием культуры этого народа. Этот храм был построен на протяжении 120 лет руками этих людей, и Герострат в один день сжег его. Тем не менее, он добивается расположения этого народа постепенно. Он добивается аудиенции с женой губернатора, соблазняет ее и, наконец, получает власть над самим губернатором. Судья Клеон единственный человек, который оказывается способным сопротивляться и бороться с этим злом. Вначале Клеон пытается действовать в рамках закона, но он просчитывается, потому что Герострат плюет на закон и отказывается действовать в рамках закона. Именно поэтому его влияние ширится день ото дня. И постепенно Клеон понимает, что упустил шанс законно пресечь деятельность Герострата. И вот наступает момент, когда Герострат получает полную власть и способен сотворить гораздо большие беды, чем превращение храма Артемида Эфесской в пепел. И тогда Клеон решает пожертвовать своей жизнью для того, чтобы остановить этого коварного и гениального преступника. Он убивает Герострата, понимая, что по закону тот, кто убивает преступника до суда, сам будет казнен. Герострат исповедует идею разрушительную. Делай, что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь. И Клеон всей своей жизнью, всей своей деятельностью противостоит этой идее. И в конце концов трудно судить, кто из них победил. Потому что имя Клеона в общем-то забыто, но прошли столетия, а имя Герострата до сих пор известно во всем мире. Он добился бессмертия и его, если так можно сказать, подвиг известен в веках. Этот спектакль наводит на очень многие размышления, дает пищу для ума. Поэтому я рекомендую всем зрителям, которые смотрят этот отзыв, посетить этот спектакль. Думаю, вы останетесь довольны. С вами был Антон Деркач. Спасибо за просмотр этого видеоотзыва. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые видеоотзывы. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok